Всем привет сладкие булочки, сейчас расскажу как улучшить картинку на мониторе, будем использовать только панель управления NVIDIA. Заходим в панель управления NVIDIA, далее регулировка параметра цвета для видео. Нажимаем с настройками NVIDIA, далее вкладка дополнительно. Динамический диапазон ставим полный, это означает что режим будет использоваться для отображения видео с полным динамическим диапазоном, что обеспечивает более яркие и насыщенные цвета. Далее переходим в изменение разрешения, здесь ставим использовать настройки цвета NVIDIA. Выходная глубина ставим 10, это улучшит качество изображения. Более высокая глубина цвета позволит лучше передавать детали в ярких и тёмных областях изображения, и выходной динамический диапазон ставим полный. Далее переходим в регулировка параметра цвета рабочего стола, увеличение цифровой интенсивности делает цвета более яркими и насыщенными. Это может быть полезно для игры, просмотра видео или работы с графикой. Тут можете выставить пожелание, я ставлю 55, так как картинка становится сочнее и при этом не режет глаза. Далее вкладка G-Sync, если у вас монитор поддерживает эту функцию, ставим включить в оконном и полноэкранном режиме. И ставим галочку включить параметры для выбранной модели дисплея. Это позволит синхронизировать частоту обновления монитора с частотой кадров в игре, что увеличит плавность и снизит задержку. Далее вернёмся во вкладку изменения разрешения и установим максимальную частоту обновления, которая доступна у меня, это 144 Гц. Теперь нажимаем применить. Теперь немного о фильтрах NVIDIA App. Если у вас установлено приложение NVIDIA App, нажимаем Ctrl плюс Z и слева открывается меню. Если у вас приложения NVIDIA App нету, его можно скачать на официальном сайте. Теперь нажимаем на фильтры, здесь вы найдёте разные фильтры, которые можно использовать. Чтобы фильтры заработали, вам нужно находиться в игре. Например, вы можете использовать динамическую сочность RTX. Также можете настроить фильтры под себя, двигая ползунки. Но имейте в виду, что все эти доступные фильтры отнимают немного FPS. Если у вас мощный компьютер, думаю, с производительностью проблем не будет. Надеюсь, ролик был полезен. С вас лайк и подписка. А самое главное, берегите себя и своих близких. Пока.